Я познакомлю вас с одной из самых интересных профессий, с профессией экскурсовода. Это тот человек, который встречает нас в любом музее и может рассказать о любом предмете интересно, захватывающе, подарить музей каждому. Именно от него зависит, какое останется настроение у посетителей после экскурсии. И, конечно, чтобы стать экскурсоводом, нужно этой профессии учиться. Друзья мои, вы готовы? Готовы! Добро пожаловать в большой, прекрасный, загадочный Гачинский дворец. Добро пожаловать в огромный, красивый, гадочный Гачинский дворец. Мы в парадных залах. Здесь собирались гости. В этих красивых комнатах устраивали балы, приемы, обеды и даже свадьбы. Мы с вами в мраморной столовой. Ее главное украшение – 8 пар колонн из итальянского мрамора. Такой мрамор называют сахаровидным, потому что он похож на сахар. Эту часть зала гости не видели, потому что выходили в эту дверь, спиной вперед, смотря в глаза императору, выседающему на троне. Сам государь мог любоваться и габелином, и часами, и вазами. Теперь их можем рассматривать и мы. В залах дворца много секретов. Одним из них я своим поделюсь. Видите малиновый цвет на габелине? Чтобы покрасить нить так ярко, нужна кошель ниль. Это такое некрасивое насекомое. Но зато цвет получается очень красивый и очень стойкий. Дверь слева от кровати не потайна. Она ведет скрытую от чужих глаз комнату. И мы все тоже туда не войдем. Эта дверь только для хозяев и для слуг. При создании портрета Павла Первого, который вы видите, краски и кисти не понадобились. Его выткали на петербургской шпалерной мануфактуре. Скорее всего, Павел Петрович задумал эту галерею именно такой. Но, к сожалению, увидеть ее в завершенном виде ему не удалось. Ее довели до совершенства. После смерти Павла Первого, в память о нем, он со своей супругой Марии Федоровной посетил мастерскую художника Гиберра Робера. И его картины украсили эту галерею. Консоль маленький, столик у стены. Мода на такую мебель началась в 17 веке во Франции, во времена французского короля Людовика XIV. Он любил красивые, изысканные вещи. Статуэтки, вазы, подсвечники. Все эти предметы нужно было где-то выставлять. Вот появились консольные столы, которые стали исполнять роль подставок для всякой роскоши. В 18 веке в Италии появился на свет Бюст, богиня справедливой войны и мудрости Афины. Эту богиню можно назвать первым модельером. Она умела не только воевать, но и создавать изысканные нити. Из них ткани и наряды. Мы видим белый карарский мрамор, черный мрамор и солнечный оникс. При Павле I в белом зале появился рельеф. Он назывался «Драка Амуров». Драка произошла, судя по всему, из-за венка славы, как похожа на нашу жизнь. А этому сюжету уже несколько сотен лет. Наша экскурсия завершилась. Благодарю вас за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Our tour is over. Thank you for your attention. I will be happy to answer your questions. Вот видите, у наших юных экскурсоводов уже получается. И у вас получится! Добро пожаловать в Гачинский дворец!